МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кефир есть. Пряженка есть. Кефир есть 2,5% обезжирный. Какой кефир? Какой кефир есть? А что так мало осталось? Ну все, не привезу. А разобрали уже все? Небольшой магазин в селе Базарные Матаки, юг Республики Татарстан. Первое впечатление – ассортимент обычный. Но если присмотреться к продукции, то хорошо видно – товарный знак везде одинаковый. И мясные изделия, и молочные – под брендом предприятия «Звениговский». Я зашел за молоком. Именно за молоком сюда присмотреть? Да, да, да. Ну и колбасу постоянно отсюда мы берем. А почему берете? Ну, здесь потому что натуральное все. А вот в магазин пойдешь, примерно жарить начнешь, она как тесто расползется, и все. Молоко хорошее у них, и творог, и все, и масло, и все, все хорошее. Валерий называет этот магазин престижным. Как и односельчане, в другие сетевые магазины ходят только за батарейками, туалетной бумагой или мылом. Ну, там пойдешь, там дешевое масло, 150 рублей, полкилоэта, раз масло бывает 150 рублей. Ну, там, наверное, вот это пальмовое масло, туда-сюда, вот такое вот. И по вкусу же чувствую, что не то, не то. Вот здесь масло возьмешь, уже запах, вот как раньше был, раньше, в советское время, большие такие коробки. Так вот, бумагу откроешь, и запах уже маски. Магазины под маркой «Звениговский» знают не только в селе Базарные Матаки. Таких уже 630. Розничная сеть присутствует в восьми российских регионах. Только за последний год она увеличилась более чем на сотню торговых точек. А появилась она как мера вынужденная. Крупное народное предприятие СПК «Звениговский» и его дочерние хозяйства отвоевали прочное место на рынке для своей натуральной продукции. Без сои в колбасе и без пальмового масла в молоке. Мы в технологии производства не используем ни консерванты, ни стабилизаторы, ни восстановленное молоко, ни тем более пальмовое масло. Как знаете, пальмы не дуют. Мы работаем на своем натуральном молоке. У нас ничего, никаких добавок нет. Своё молоко. Поэтому и так ставилась задача делать натуральные продукты, сохраняя ГОСТы советские. Вот и всё. Люди, конечно, отвыкли уже от натуральных продуктов. Они думают, что там молоко 20 дней и 30 дней хранится. Технолог молочного цеха Евгения Яковлева уверена, нашим людям надо обязательно вспомнить, каков вкус настоящего молока. Для этого достаточно смахнуть пыль с советских ГОСТов, соблюдать хорошо отработанную технологию и брать на переработку только проверенное сырьё. А западомолочные продукты пошли опять. Отправлять пальмы и масла, которые сами не едят, и давай к нам валят. Плюс даже наши умники, правительцы, такой договор заключили. По телевидению говорят, что мы будем продавать Индонезию СУ-35, а они будут расшитываться пальмовым маслом. Ну и зачем СУ-35 отдавать за пальмы и масло? Чтобы травить народ. Сегодня объём импорта пальмового масла в Россию продолжает расти. Только в минувшем 2017-м, по оценке Росстата, в страну было ввезено более 900 тысяч тонн масла. В некоторые месяцы прирост объёмов импорта достигал 53% по сравнению с 2016 годом. Они изымают молочный жир и делают масло с него, а молочный жир заменяет пальмовым маслом, чтобы рентабельный продукт получить. Зачастую на упаковках импортных продуктов питания вместо прямого упоминания пальмового масла пишут расплывчатую формулировку – растительные жиры. Эти жиры, по мнению многих экспертов, вредны для организма. Попадая в пищеварительную систему, они оседают в ней свой заслоен. Возникает риск атеросклероза. Возрастает также вероятность онкологических заболеваний. Количество потребления, как и любых других жиров, необходимо сокращать. Тем не менее, знаю также, что если пальмовое масло подвергает температурной обработке, то это может приводить к тому, что будут выделяться вещества, вредные для здоровья. Дешёвые продукты практически на 100% включают в себя пальмовое масло. Но только не здесь. В Звениговском, изучив проблему, поняли, что способны предложить людям настоящую альтернативу. Объясните мне, пожалуйста, все говорят, что без пальмового масла свою норму прибыли ты не получишь в России. А вы берёте и без пальмового масла получаете рентабельный продукт по всем позициям. Как такое происходит? Как такое происходит? На дое больше. То есть вы работаете над эффективностью производства? Да, над эффективностью обязательно. Вот. И стараемся больше продавать через свой магазин, сети магазинов. И торговые площади, и объёмы продаж народное предприятие «Звениговский» наращивало постепенно. В основном за счёт поставок мяса и мясных деликатесов. А с 2017 года было решено освоить молочное производство. Об этих планах руководитель предприятия Иван Казанков говорил сначала на производственных совещаниях, а затем и на национальном празднике «Уяв». На этот год задача построить молокозаводы как здесь, так и в Звениговском. В Звениговском будем разливать цельное молоко, кисломолочные продукты, йогурты. А здесь мы будем производить сыры и масло. Вот такие большие задачи на этот год. Сказано – сделано. Сперва построили и запустили молочный цех в республике Мариэл на главном предприятии «Звениговский». А в этом году вот-вот к переработке приступят на дочернем предприятии в Татарстане, в селе Сектор Мехузангаева. Сейчас здесь монтируют оборудование своими силами. Ну вот мы сейчас на монтаж поставили своих именно ребят, коренных ребят с нашего села. И они вот с самого начала строительства до сих пор здесь занимаются. Монтаж ведут и параллельно учатся. И у нас есть пока технолог. Сейчас мы подготовим уже перегороды, ведем с учениками. И в этом году уже будем со школы отправлять по направлению учиться технологами. Получим своих ребят и вот все вместе натаскаем. Директор комплекса Хузангаевская Евгений Чигунов уже подсчитал. Новый маслосырзавод сможет предоставить его землякам 50 новых рабочих мест. Это в дополнение к трактористам, комбайнерам, операторам машинного доения и работникам перерабатывающего комплекса. Это линия сыра, там впереди будет линия масла. Маслосырзавод. Маслосырзавод. Да, по переработке молока, 50 тонн сырого молока в сутки. Ну, не слабо. Ну, мы как бы подстроили его под свой комплекс. 3000 коров. Народное предприятие Хузангаевское с введением молочного производства увеличится по штату почти до полутусячи человек. И производство в плюсе, и люди заняты, поясняет руководитель всего этого обширного хозяйства Иван Казанков. Очень хороший народ. И вот им и работа нужна. Они сейчас выезжают то в Москву, то на север, то в Казани ищут работу. А тут мы народ займем. И полезное дело как для хозяйства. В системе народного предприятия Звениговский все свое. Начиная от выращивания кормов. Затем производство комбикорма, откорм и дойка скотины, транспортировка, переработка, продажа в собственных розничных точках. Система отлажена, работает как часы и продолжает расти. В 16 ноябре мы завезли первых коров. Ну было 17 голов, да. Сейчас на сегодняшний день 2414. Спрос на настоящую молочную продукцию оказался столь велик, что перекрывает транспортные расходы. А они у Звениговского внушительные. Огромное стадо в Татарстане, а переработка в Мариеве. Как ни странно оказалось, даже если доить коров в одном месте, а возить на переработку за 300 километров, все равно оказывается выгодно. С 1 января мы продали 618 тонн. То есть что получается? Спрос на тот продукт, он растет вот в 300% в год? Ну получается так. Если ежедневно мы 68 продаем, это молочная продукция, правильно? Там творога, масло, кефир, ряженка, молоко. Сейчас народное предприятие объединяет 4 хозяйства. Чистопольское, Алексеевское, Хузангаевское и Звенибельский. Основа – выращивание мясных пород скота, затем мясокомбинат. Постепенно объединение стало производить и другие продукты. Мы за счет только своей сети выживаем. Если бы мы были зависимы от сетей, нам было бы намного сложнее. Нам бы тоже диктовали цены. С диктатурой сетевых корпораций народным предприятиям пришлось столкнуться в самом начале, поясняет руководитель Звениговского Иван Казанков. Под чужую дудку плясать не захотели, поэтому и занялись торговлей. Фактически вынужденно. Мы первоначально думали, что магниты, вот эти пятерочки, бахетлетут, они на равных будут работать? Нет. Оказывается, им бонусы надо платить. И это, ну, в общем, мы помучились с ними и сказали, все, хватит, ребята. Мы производственники, вы около нас должны плясать, а не мы любым путем вас уговаривать продать нашу продукцию. Годовые обороты предприятия в целом уже почти 15 миллиардов. Инвестиции в расширение производства превышают полтора миллиарда. И ни капли пальмового масла. В планах производство сыра исключительно по советским ГОСТам. Вот это стандартные, как сказать, очень старинные рецепты сыров. Как я вот помню, еще в 79-м, там в 80-м я обучалась, мы вот как раз ориентировались на такие сыры. Вот сейчас они же и возвращаются. Планирование и ежедневный контроль. Без этого никуда, поясняет председатель Иван Казанков. Каждое утро обход предприятия и особое внимание новому, молочному производству. Ничего не задерживается Иван Ван Иванович, все уходит, все хватает. Хватает. А в мое сведение, что не хватает, как бы там нелое, наше дело обеспечить рынок или наши магазины нашим молоком. Все натуральное, хранится столько, сколько и положено молоку. Скисает вовремя, а не через две недели, как псевдомолочные напитки. Потребители заново привыкают к уже забытому вкусу настоящих молочных продуктов. Сейчас доют 65 тонн молока, нам хватает. Мы сутками работаем. У нас одна смена там ночная, а одна дневная. Мы работаем сутки. За сутки мы успеваем перерабатывать все, получить продукты данного качества и отпасовать это все. Работники из Вениговского уже получили международное признание своей мясной продукции. Медалей и кубков, полученных на престижном конкурсе во Франкфурте на Амайне, уже и не считают. Там Звениговский прочно оставляет позади тысячи мясоперерабатывающих предприятий из 135 стран мира. Очередь за молочными продуктами. Если правительство не только Марийской республики или Татарстана, а именно Российской, хотел бы поднять сельское хозяйство, как правильно организовать, у нас много ошибок. Но на нашем примере можно ошибки исправить, можно добавить что-то доброе и хорошее, но основа все равно есть. А основа – это не только госты, рецепты, современное оборудование и качественное сырье без пальмового масла. Это коллектив. Работники своевременно получают зарплату выше средней по региону. Плюс продуктовые наборы, бесплатное питание и полный соцпакет. Социализм, да и только. Знаете, я себя чувствую душой на месте прямо. Мне вот уютно, комфортно здесь. Я вижу свое будущее только здесь. В народных предприятиях под руководством Ивана Казанкова форма собственности коллективная. Председателя выбирают общим собранием. Каждый работник может инвестировать в производство свои собственные сбережения. Я ежемесячно провожу с рабочими совещаниями и рассказываю, что делается полеводцы, что делается животноводцы, что делается мясо-криминация, что делается молокозаводье, торговля. Все им объясняют, какие у нас выручки. И поэтому тут ни помещиков, ни барина, никого и батраков нет. Мы совместно работаем. Как поработали, так и заработали. Как показатель стихийный рынок возле административного корпуса в головной усадьбе. Тратить время там, где у людей нет доходов, мелкие лавочники точно не будут. Рядом, конечно, и продуктовый магазин, ассортимент которого пополняется исключительно народными предприятиями. Если еще год назад молочные продукты сюда завозили со стороны, то вот уже более полугода магазин полностью перешел на собственные бренды. По продажам, если смотреть, самое продаваемое молоко у нас, естественно, молоко отборное. Людям очень нравится, люди хвалят. От 3,4 до 6%. Это самое-самое жирное молоко. Да, это вот какое молоко оно поступило, мы его прочистили, оно прошло. Фильтры прошло, бактофугу, постерилизовали. И в таком же виде, не снимая сливок, не добавляя туда, оно разливается в бутылки. Молоко и кефир уже запустили в производство и продажу. На очереди сыры. Российский молодой хотим пустить, и российский, и типа голландских сыры, брусковые. Брусковые сыры, они методом налива делаются, но они без, как сказать, без глазков. Просто класс, такой сырный идет. Хозяйство в далекой Мариэл уже много раз осваивало новые виды продукции, рассказывает его бессменный руководитель Иван Иванович Казанков. Даже шапки меховые шили, когда было трудно, в начале 90-х. А сегодня построено свое продуктовое государство в государстве, без обмана и для людей. Если считать вот себестоимость и выгодность производства, молочными заниматься лучше и выгоднее. И поэтому мы переходим на молочные стадо. Но чтобы иметь хорошее мясо на рынке, мы параллельно разводим и мясной скот. Разводим абердинангусов, дерефордов, белоголовок казахских. И я считаю, параллельно, если вместе мы будем и мясным скотом, и молочным, нам более выгоднее будет. За повседневными заботами не забывают здесь и об идеологии. О том, кому народное предприятие обязано успехом, напоминают два памятника на площади – Ленину и Сталину. Не зря говорят гении Ленина и Сталина. Вот то, что с Советским Союзом случилось. Они поднялись. Если бы дальше продолжалось без этих предателей – Горбачева и Ельцина, мы, наверное, уже в данный период намного сильнее и промышленному отношению были Америки. Социалистические принципы производства много критиковали за нерасторопность и неумение работать в интересах потребителей. Но отказавшись от лучшего советского опыта, получили продукты, лишь отдаленно напоминающие то, что написано на этикетке. Народные предприятия со своими натурпродуктами по ГОСТам 30-х годов прошлого столетия, сохранив наши традиции, сумели составить конкуренцию пальмовому эрзацу по качеству и цене. Жаль только, что территория сбыта маловато. Всего лишь 8 российских регионов. Субтитры создавал DimaTorzok